итак всем большой привет с вами как всегда я дезертируем продолжаем прохождение mass effect на этот раз мы в общем где-то здесь застряли надеюсь мы сможем нормально выбраться отсюда ладно давайте попробуем пройти я думаю что возьму наверное пистолет давайте все ребята вы не пришли сюда мы перестали машины вы украли фан все люди бутят и умер тогда коллекторы сделают нас сильные что они хотят? коллекторы хотят болезнь вы работаете для доктора вы обращаете машины выставите сухую мы убиваем вас сначала на вашу мать а так ладно нужно поаккуратней убивать надеюсь кому башку прийти так можешь пробраться суда как вообще додумался так сесть а то больно так ладно твою мать прямо тогда мы можем уже заправиться нужно побольше взять патрончиков они нам пригодятся я думаю так и все ради больше ничего нельзя сделать так прыгаем чуть-чуть давай так не нравится замечательно так один патрон остался да на 1 на 2 на 3 на 4 айфак нихрена себе прилетает мне здорово конечно весело ребятки так а ну-ка ты давай короче знаешь что сделай давай ты вылетишь ай-яй-яй так выберем тебе это оружие а тебе выберем вот это раз блин жесткого 2 бьет короче первого не успеваю выбить из-за того что второй мне все хп сбивает собака и он ведь падла сидит фиг знает где вообще бесполезно на звучит да неужели нам по-моему суда да как здесь весело так я помню ребятам надо стрелять назад в спину тогда они будут взрываться чуть-чуть типа как вот так вот он горит 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 бабах взорвался все ау но вот с этими так не прокатит этих надо убивать уже чисто по башке вот дебил то так ладно вот замечательно а можем здесь сохранится надеюсь что конечно да там газельщиков нет ни одного чёрт надо с этим что то делать так вы ребятки как нибудь давайте там не знаю что вы можете сделать молодцы отлично класс отлично отлично быстренько перезаряжаемся надеюсь что все будет хорошо ребят ясно понятно хорошо ни хрена не будет так мне нужно оружие которым я смогу эту всю хрень убить то есть что-то типа вот этого минус один ладно минус второй нет от этого чувака лучше держаться подальше на самом деле отлично отлично о кстати вон зато могу того теперь снять да не тебя вот его вот теперь тебя будем снимать ну если получится конечно так так замечательно я надеюсь сейчас будет более интересно или более аккуратно что то делаться ух 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 ясно понятно ух дэк дэк так надо крогану убить Извините, ребята, что малость молча Но, либо так Бежим, бежим, бежим Вот не надо мне такого, пожалуйста Сапога Сука Супер 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 Надо добивать эту гадыну любыми способами Так, аккуратненько Собака, блин Рейдж мод, рейдж мод, да пошел ты Так Отлично мы это сделали Что это? Рейдж мод Продолжение следует... 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 Все улучшения, которые у нас есть На данный момент у нас укрепление кожи одной из пяти Модуль взлома улучшенный в принципе И есть исследовательский терминал Можно в нем улучшить Для улучшения оружия разрабатываются специальные совершенственные модули Подключаемые к любому вооружению После разработки новых модулей они автоматически устанавливаются на соответствующее оружие Новые технологии можно приобрести в магазинах или найти на поле боя Есть прототипы Есть улучшения брони и оружия И также исследовательские проекты, которые очень такие крутые Также можно модифицировать сам корабль и все его составляющие Итак, для этого нам потребуется 2500 иридия Для всего отряда Мы уже читали, что это, поэтому исследуем Без проблем Улучшение оружия У нас исследовано Отлично Улучшение брони и запас потенцилина Опять-таки, да, доступны платины Исследуем Нет, кстати, видите, оказывается больше можно носить, чем 20 с чем-то тысяч И прототипы Боеприпасы к тяжелому оружию Тоже у нас иридий требуется И вот здесь еще Я смотрю, что жесткое укрепление Для открытия улучшения требуется жесткое укрепление кожи 1 Кибернетическое улучшение Урон, получая на вами в ближнем бою, снижается на 50% Я бы, на самом деле, спокойно мог сейчас улучшить это Но у меня, к сожалению, почему-то нету вот этого улучшения Ну ладно Так, давайте быстренько посмотрим, что у нас в отряде Наконец-то 4 очка И мы приобретаем последний ранг Ура! Та-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ Ваша постоянная жажда боя увеличивает урон, наносимый вашим оружием и силами А также штурмовую скорость Здоровая плюс 30, урон плюс 15 Штурмовая скорость плюс 50 Герой отступник плюс 70 Увеличение урона плюс 15 Либо пехотинец Ваш инстинкт самосохранения позволяет вам сосредоточиться на бои И дополнительно увеличивает урон, наносимый оружием Штурмовую скорость и продолжительность действий биотических сил Шутка юмора, что, насколько я помню Здесь лучше урон, ну да А здесь лучше здоровье И также здесь выше герой отступник дается Так как мне, в принципе, особо нет смысла до урона Урон там потом разгоняется до безумных размеров Я немножко прокачаю себе здоровье У меня сейчас будет с этим проблема И герой отступник довольно тоже неплохо так действуется Вот, поэтому Такое Ну здесь очень-очень сильно разгоняется урон Здесь очень сильно здоровье и действие биотических умений А нам это все-таки надо Вот Теперь у нас 350 здоровье, 250 счета В принципе, неплохо Можем выйти Посмотреть, что у нас здесь есть Нет, не сюда С Мордином надо поговорить Шепард, how can I help? Have you got a minute to talk? Of course Plague on Omega dealt with Plenty of time to analyze collector intelligence Impressive laboratory setup Missed working for operations with a budget AI in particular Very helpful Best setup I've seen since work with special tasks group Is your assistant Daniel settling in all right? Quite well Safe and secure Neighborhood mostly quiet with Plague gone Left him the security mechs just in case Can't be too careful Also tired of mechs Noisy Never used them in STG Fuck It must have been frustrating working on Omega with such a limited facility No, loved it Limited facility presents challenge Save greatest number of people using limited resources Security threats, gangs, mercenary groups add additional difficulty Quite enjoyable Plague stretched abilities to limit Couldn't have asked for more Also enjoy saving people, of course Helping the helpless, greater good, all that too Nice Retirement after STG work complete Tell me more about the Salarian special tasks group Respected organization Clandestine Handles difficult assignments with limited oversight Recon analysis Occasional wet work Identify problems Have neutralization options ready Should need arise Model for council specters based on special tasks group Very similar Similar in what way? Salarians lack numbers Brute strength, military prowess Have to rely upon stealth, intelligence Agents trusted, given wide, operative freedom Specters similar Given goal Told to accomplish Better funded, of course Didn't have to buy our own weapons You said you were in the special tasks group What kind of research were you doing? Not simply research Several recon missions Covert High risk Served under young captain named Kiri Studied Krogan genophage Took water Tissue samples from Krogan colonies Hmm I worked with an STG captain named Kiri His team helped me destroy Saren's cloning facility on Burmire Heard he was part of that Jury rigged explosive Always got job done with limited resources Good captain Bit of a cloaca though Loved his speeches Hold the line Personally prefer to get job done and go home Probably military bravado Jargon Chest pounding Uh No offense Why would STG study the genophage? Krogan rebellion's bloody Dangerous Nearly as bad as rachni attacks All species evolve Adapt Mutate If genophage weakens Need to be prepared What was the STG preparing to do? Military schematics for likely Krogan population growth Political scenarios for attack points Genophage reduced Krogan numbers Species aggression unchecked Population explosion would be disastrous STG helped check Krogan rebellions Needed to be ready to do the same Simple recon Nothing to worry about What can you tell me about the genophage? Bioweapon designed by Salarian science team Deployed by Turians against Krogan's to end Krogan rebellions more than a thousand years ago Affects every cell of Krogan body Commonly and incorrectly considered a sterility plague Actually adjusts viable fertility rates to compensate for high Krogan birth rate Stabilizes to pre-industrial population growth levels Nice talking with you, Morden Should get back to work Need to study So much data Here, if you need me Да, это точно Данных у тебя действительно много Что я хочу сказать Ты очень веселый челобречек Ну, окей Так, увеличено Все, урон увеличен Круто, круто, круто Пока мы с ним трендели Он сделал кучу различных полезных улучшений Командер Can I help you with something? The more good you do It wasn't for the Alliance You can't sit around getting fat Если это все Командер, я вернусь к моим обязанностям There's a lot to get ready Окей, да ё-моё Хорош нам давать героя За любое, я не знаю Вообще за любое действие Серьезно Это начинает Ну, уже как-то это Напрягать немножко В принципе Всем доволен Единственное Так, гранатомет Излучатель сингулярности Мне реально нужен гранатомет Потому что Это бывает проблемно Так, ладно Побежали, посмотрим Вдруг нам что пришло Статус команды Насчет Мордина Обычный Способность воспламенения Пистолеты Пулеметы Крупнокалиберные пистолеты Почему бы нет Так, улучшения Обзор улучшений Штурмовые винтовки Модуль взлома Ну, здесь просто Перечисляется То, что у нас Как бы есть Так Статус команды Непрочитанные сообщения Давайте посмотрим Вдруг что-то есть Так Чаква Старший офицер Медицинской службы Капитан Я провела исследование Штурмов на вашем лице И вновь убедилась Что подговорка Дух всегда побеждает Плоть Вполне справедлива Агрессия И негативные отношения К окружающему миру Вызывают Отторжение Кибернетических имплантов Сострадание И умиротворение Не же ускоряет Процесс заживления Если вы будете Стараться поддерживать Хорошее настроение Ваши шрамы Заживут Сами собой В противном случае Мы примем Хирургические методы Чтобы изолировать Импланты И ускорить исцеление Вне зависимости От вашего настроения Передалось Смету На новое Медицинское оборудование На исследовательский Терминал В технической лаборатории Вот Короче говоря Если мы будем добрыми Шрамы Заживут И это будет показывать Типа что мы Идем путем добра И Внешности Если типа нет То соответственно Вы поняли суть Прям вот только что Я же вроде только что Все прочитал Нет Визажде не шли А Ну она мне сообщает Что у меня в принципе Там есть сообщение Я понял Давайте сейчас попробуем Медлабораторию Улучшить Чисто ради фана Чем бы нет Модификации корабля Обзор Усовершенствования Медотсека Требуется 50 тысяч Мать ее Платины 50 Мать ее Для исследования Требуется Медицинский отсек Нормандии Комплектован Улучшенными Аппаратами Регенерации кожи При помощи него Вы можете полностью Избавиться от шрамов Новые шрамы Не появятся Вне зависимости От вашей линии Поведения Но как бы В принципе Это нам особо Не нужно Потому что У нас как бы Все и так Более менее хорошо Поэтому Все окей Я предлагаю Смотаться На инженерную Палубу И вручить Ребятам Кое-что Что мы для них Купили Я думаю Они будут Только за Точно Уж не против Уж не против Оператив Ну вы поняли Ну вы поняли Но мы типа Такие Знаете Вот Их можно тоже Соответственно Узнать Как они попали В цербер И все прочее По-моему Мы болтали С обоими На эту тему Поэтому Я не хочу Повторяться Лишний раз И просто Пойду на выход Что нам нужно Сделать Это попасть В каюту капитана Сейчас объясню Зачем Как вы помните Я покупал На планете Различные фишечки И вот теперь Смотрите Внимательно Мы сейчас Находимся Как раз таки В нашей Каюте Да Вроде ничего нету Все Как было Но если мы подойдем Вот сюда вот То увидим здесь Три кораблика Которые мы купили И которые Теперь принадлежат нам Какие вот веселые дела Вот эти вот Корабли Как раз я и покупал В магазине Их не так много На самом деле Но Да и покупать В принципе Не обязательно Но тем не менее Почему бы нет Почему бы нет Так давайте Изменим нашу броню Я почему-то Хочу поставить По-моему Какой-то из этих Шлемов я все время Носил Какой не помню Так урон Попадание в голову Увеличивается На 10 А я же забыл Они еще что-то Дают же Точно Так Строю повышается На 5 От каждого Шлема И прочей хрени На 5 Тоже на 5 Так на 10 Здесь что Сила щитов Повышается На 5% Урон С расстояния Повышается На 5% Разведчик На 5% Уменьшение Время Восстановления И последнее Что у нас Здесь Увеличивает урон От выстрелов В голову Короче От всего урон Я думаю Что по-моему Вот эти вот Одну из вот этих Штук Мы сделаем Всего щитов Повышается Давайте вот С этой хренью Походим Боже Как она Стремно Выглядит На самом деле Ладно Наносим мы Умениями урона Величен Задержка регенерации Щита уменьшается На 10% А если мы Поставим вот эту штуку Увеличивает урон В рукопашном Увеличивает в перестрелке Увеличивает щиты Я думаю Что Это более Более интересная штука Здесь тоже Наносимый урон Оружием Увеличивается Либо Усиливает щит На 8 Усиливает урон В рукопашном На 10 Увеличивает здоровье На 3 Можно Сделать Чтобы было Увеличивает урон Щиты Урон рукопашки Отлично Ноги Соответственно Щиты Либо Скорость штурма Повышается То есть Мы можем Быстрее бегать По моему Усиливает щиты Увеличивает запас Боеприпасов Круто Материал Из которого Будет сделан Доспех Не имеет Никакого Особого Никакой особой Разницы На самом деле Я хочу Беленький Сделать Вот теперь Оттенок Сделать Как раз таки По моему Зелененьким Так И цвет Узора Тоже Сделать Таким Зеленоватым Совсем Будем Невидимы Внешний Вид Вот этот Не имеет Вообще Абсолютно Никакого Значения То есть Что бы мы Не выбрали Разницы Здесь Не будет Вот Вот такие Маленькие Штученцы Которые Мы делаем И давайте Пойдем В боевой Информационный Центр Можно зайти Нет Еще в кают Экипаж Уже Надо Знаете Серия Через серию Будет Болтание С командой Потому что Ну За исключением Тех моментов Когда там Большие Миссии Я Возвращаю Моя Фамили Возвращаю Возвращаю Серберус 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 Возвращаю Серберус Они Транспорт Для меня Это Легко Они Можем Когда Мы Снимаем Наши Возвращаем На Легко Вот И Периодически Здесь Можно Слушать Истории Команды Что Они Интересного Рассказывают А Они Иногда Рассказывают Интересные Вещи Не Всегда Но Бывает Это Случается Да А тем Мы Говорим С Мирандой ように Поотвращ ank Везет Иногда Я Везет Серберус I went to Cerberus because I knew they could protect me. You seem capable of defending yourself. Why did you need Cerberus? My father invested a great deal in his dynasty. It wasn't a matter of just leaving. I knew he would continue to pursue his... investments. I assume that Cerberus approves of your enhanced abilities? Of course. Cerberus fully endorses anything that advances the cause of humanity. Genetic alterations included. But unlike my father and his own selfish reasons, Cerberus and the elusive man believe in a greater good. They see the bigger picture. And I feel like I have a purpose here. Talk about yourself like you're just a tool to be used. By your father, by Cerberus. Maybe. I like to know where I fit in the world. It helps me find meaning in how I was created. You are who you are, Miranda. You don't need to make excuses for it. That's easy for you to say. We've both been engineered for greatness, Shepard. The difference is you were great before we rebuilt you. I'm great because of it. Your spirit and personality are what make you great. It's what makes anyone great. That's kind of you. I'm not sure I believe you, but thanks for saying it. Who exactly is your father? A businessman. But a very wealthy one. It's ironic. My father believed deeply in a human-positive agenda. He donated generously to Cerberus. Before I joined them. That's how I first heard about Cerberus. Through my father's connections. Talk about yourself like you're just a tool to be used by your father. You are who you are, Miranda. That's easy. The difference is you. Your spirit and personality. That's kind of you. I'm not sure I believe you. Tell me a lot about your father. What happened to your mother? I never had one. Most of my genetic material is based on my father's tissue. His Y-chromosome was altered with an amalgam of desired traits from various sources. How arrogant can you be? The man is completely egomaniacal. Just another reason I had to get away from him. Talk about yourself. Ну, понятно, ладно. The difference is you were great before we were built. Thanks for your time, Miranda. Anytime, Commander. В общем-то, собственно, узнали мы немножко историю Миранды. Это определенно плюс. Я думаю, что надо почаще болтать. Так, ну, ты нам нового тоже ничего не скажешь. Угу. Давай за работу. Так. Ммм. Доктор Чаквас. Ясно. Забыл, что пока мы не принесем им нужные вещи, они не очень-то с нами хотят говорить. По крайней мере, те, кто сидит, как доктор Чаквас или прочее. Так. Ковид-капитана мы были, в инженерной пайлубе мы были. Осталось поговорить, по-моему, с Джокером. И, по-моему, с ней. Так, эм, по-моему, она... О, да. Надо было спросить у нее про экипаж, потому что иногда... ...наш экипаж что-то хочет от нас конкретно, и мы должны помогать им в этом деле. Ну, в данном случае я пообщаюсь, наверное, с Джокером. Ну, в данном случае... Ладно, так, задание, отряд, старые добрые деньки. А как же, доктор? Ладно, так, экипаж. Мы были твоей команде, командир. С Нормандией уничтоженной, и ты умер. Не было ничего, которое держит нас вместе. Ну, да, как-то так. Это все, по-моему. До свидания, командир. Да, Шеффорд. Насколько я помню, она все равно пока ничего не скажет, пока мы кое-что не сделаем, она нам ни хрена интересного не расскажет. Мы, кстати, по-моему, улетели из планеты, и надо возвращаться на Омегу обратно. Это проблема на самом деле. Так. Там у нас арсенал. Ну, в арсенале мы, в принципе, были, ничего нового мы там сейчас не увидим. Потом возвращаемся на карту, карта галактики. И, наверное, готовимся поехать на следующую серию уже. Где-то здесь она должна быть, я думаю, по крайней мере. И так, мы вроде как пристыковались. Я не знаю, честно говоря, что, как, зачем, почему, но надеюсь, что все будет хорошо. Загрузка прошла успешно. Я сказал, прошла успешно. Отлично. И я беру двух других ребят в свою команду, потому что они мне более интересные. И нереально крутые. Наймник ветеран. Ну, у тебя, как бы, в принципе, ничего такого нету. А вот тебе можно сделать соларианского ученого. Почему бы, собственно, нет. Ну, у Шепарда ничего нового мы пока не изучим. Поэтому. Так. Нам нужен... Нам нужны зажигательные, либо криво-патроны, насколько я помню. Но для этого нам нужны дезинтегрирующие патроны второго уровня. В общем, такое, если честно. Вот, естественно, мы можем выбирать, что... Как будет у каждого, но... Ну, окейшки. Я думаю, что мы как раз это сейчас будем этим заниматься. Поэтому на этом, наверное, все. Всем спасибо за внимание и... Пока-пока, друзья мои!